3 декабря Международный день инвалидов. Его приняла Генеральная ассамблея ООН. В Чебоксарском центре занятости населения прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. Экскурсии для школьников на предприятии города. Тему продолжит Мария Шоклева. Белые халаты, чистые руки и предвкушение чего-то очень вкусного. Это ребята третьей Чебоксарской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приехали на фабрику. Конфеты у нас упаковываются на станке фасовочном. В смену мы делаем 3 тонны конфет. Производительность наша. Педагоги школы стали помощниками технологов. Работали сурдопереводчиками, обращая внимание учеников на важные детали. Я бы хотела именно конфеты делать, потому что хотела бы дарить детям радость. Мы на фабрику берем с ограниченными возможностями. У нас и работают люди с ограниченными возможностями. Они у нас собирают вафли, печенье, сахарные изделия. Поэтому мы даже их ждем и с радостью будем вместе с ними сотрудничать и работать. Ребята узнали многие секреты профессии. Например, почему эта машина называется гильотина или как топится глазурь. Из кондитерского цеха вафельный. И снова дегустация. Как говорится, с пылу с жару. Пока эти листы пресные. Нам нужно что? Склеить листочки между собой. И мы делаем начинку. Начинка у нас делается так же в детстве в месильной машине. Туда идет что у нас? Жир, сахар, да? Мне очень понравилась атмосфера в фабрике. Где-где-где чисто, вкусно пахнет конфетами и печеньем. Но больше всего понравилось, как делать печенье. Там очень вкусно, там теплое. Организатор экскурсии – центр занятости населения города Чебоксары. Хотим привлечь внимание работодателей к проблеме трудоустройства инвалидов и дать людям с инвалидностью возможность быть востребованными в нашей жизни. В центр занятости с начала года обратилось 615 человек, лиц с ограниченной возможностью. Из которых 63% мы трудоустроили. Ряд инвалидов прошли профессиональное обучение по таким специальностям, как архивариус, оператор станков с ЧПУ, специалист по кадрам, специалист по социальной работе и другие специальности. Мир постоянно меняется. Чем раньше ребята начнут подготовку к взрослой жизни, тем легче им будет. И неважно, ограничены твои возможности или нет. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Спасибо. Спасибо.